Всем привет! В эфире «Спортивная среда» и я, Любовь Почерникова. 2019 год для развития детского спорта в нашем регионе стал знаковым. Федеральный проект «Детский спорт», в котором Ивановская область участвует уже 5 лет, в этом году дополнился аналогичной региональной программой. Федеральная программа ориентирована на сельские школы. Региональный проект взял на себя малые города и поселки. В этом году федеральный проект рассчитан на 10 сельских школ. В 7 ремонтируют залы, в 3 приводят в порядок спортивные площадки. Песцовская школа Комсомольского района – одна из участниц федеральной программы. Новая региональная позволит расширить перечень территорий, где учебные учреждения могут претендовать на дополнительные средства. Из бюджета Ивановской области были выделены средства в сумме 36 миллионов рублей на то, чтобы мы в 2019 году могли помочь этим школам тоже модернизировать спортивную базу. И назвали мы этот проект «Детский спорт 37», потому что это средства регионального бюджета, это наше региональное решение, наша региональная программа. В этом проекте в этом году участвуют 13 школ поселковых и школ малых городов. Сергей Сашенко, президент Ивановской федерации Кабудо, теперь знает вся страна. В способностях своего наставника воспитанники тренера не сомневались. Теперь, благодаря программе «Удивительные люди» о его талантах узнали миллионы. В ходе шоу Сергей с закрытыми глазами уверенно поразил мечом сразу несколько целей. Он признается, оружие всегда завораживало. Технику мяча Сергей совершенствует уже на протяжении 20 лет. Только годы тренировок могут привести к такому результату. Это был, конечно, не эксперимент. Рублю и с закрытыми, и с открытыми. Наверное, уже лет пять выступаю с различными вариациями. Мы сидели, в том числе с завязанными глазами. Поклонники чирспорта и чирлидинга открыли новый сезон. В областном центре прошел Кубок Ивановской области. Этот турнир помогает спортсменам настроиться на серьезную работу. Свою программу представили воспитанники десяти клубов. Те, что за лето успели хорошо потрудиться и подготовить программу. Выступление длится всего две минуты, а подготовка к нему может занимать больше года. Организаторы турнира отмечают, интерес к чирспорту нисколько не угасает. Напротив, число участников только растет. На этот раз есть и новички, например, команда из Ивановского госуниверситета. Вот буквально за год мы собрались, и это девочки, буквально учебный групп. Никогда ничем не занимались, но просто большое желание. Так что мы совсем-совсем молодые, новые. Для нас это большая честь выступать в таких соревнованиях. Девчонки волнуются, мы уже готовимся. Ну, думаю, что все будет в порядке. Юные ивановцы стали призерами всероссийского турнира по теннису, который проходил в Пензе. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 11 регионов России. Анна Егорова из Иваново представляла регион возрастной категории до 15 лет. Она удостоена бронзы в одиночном разряде и серебряной медали по итогам выступления в парном смешанном разряде. В возрастной категории до 13 лет у юноши Ивановскую область представлял Егор Щербаков. Он завоевал серебряную медаль в одиночном разряде и стал победителем в парном смешанном разряде. Напомним, что у Егора есть все шансы войти в сборную страны по теннису, и он уже ждет решения экспертов. Ну и напоследок, хорошая новость. Стадион «Текстильщик» получил сертификат в соответствии Российского футбольного союза. Это означает, что наш клуб возвращается на домашнюю арену. Первый матч пройдет в субботу, 12 октября. Начало в 15.00. Соперником красно-черных станет команда «Луч» из Владивостока. Все на футбол. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин